Бои 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 Проходим раз в три-четыре месяца стабильно в Николаеве. Вот, наконец-то, добрались до Одессы. Какой вообще режим тренировок перед чемпионатом? Перед чемпионатом проходит три тренировки в день у спортсмена. Один день дается выходной. Это, как обычно, бывает в воскресенье, в котором спортсмен отдыхает. Но отдыхает он тоже по-правильному. Он принимает баню, сауну, отдых, все правильные продукты, питание. Конечно, тренер все это расписывает и так проходит на протяжении месяца до боя. Пока на ринге идут бои, здесь с кулисами спортсмены готовятся к своему выходу. И хоть здесь очень мало места и практически негде развернуться, тем не менее самое главное, что им нужно подготовить перед тем, как они выйдут на настоящий бой, это воля к победе. Буквально через секунду после выхода с ринга интервью у победителя. Как прошел бой? Бой прошел, как я планировал. Ударочку. Этому бойцу я прошлый раз проиграл. Вот, сейчас решил, четко поставил ударку. Вот, мой тренер худший помог в этом. Какие-то ошибки у тебя были? Нет, не наблюдал вроде. Скажи, а правда, что выходя с ринга, вы все равно с твоим соперником стоите с друзьями? Это спорт, это не война. Песовая категория 66 килограммов. Победителем стал Дмитрий Вербицкий из Николаева. Дмитрий, как прошел бой? Ну, я, если честно, думал, немного будет идти очень тяжело. Вот, не так вот. Спасибо моему тренерскому составу. Они подготовили так, как надо. Но ошибки какие-то однозначные были у тебя, с твоей стороны? Да. Очень сильно не шел вперед, не активничал. Надо больше этого всего делать. И больше работать над выносливостью. Только что завершился первый профессиональный бой на сегодня. В категории 66 килограмм победил спортсмен Юрий из города Черноцов. Юрий, как прошел бой сегодня? Ну, в первом раунде я сделаю декольку текдаунів. Хоть план был трошки більше по ударню працювати, но, так как это мой дебют, я старался меньше рисковать. Працювати по старой системе. Другий раунд пройшел тоже по плану більше. Мой нокаут, ну, який я виконал, то он действительно пришел по плану. Потому что у меня были долго готовы удары коленами. И, слава Богу, цей удар пришел, и я нокаутировал своего соперника. Часто ли тебе приходилось применять вот твои навыки, умение драться на улице, то есть не за пределами ринга? И насколько это было успешно? Были такие случаи, когда действительно меня зачепляли, но слова тренера завжди меня мотивовали, что на улице не требуется, потому что это может иметь плохие наслідки. Может иметь какую-то травму, не дай Бог, я вылетаю из подготовки. И это больше переживай за это, чем за то, что получу, или... То есть все ради спорта? Там, где есть мужская сила, всегда есть женская красота. Конкурс Ринггерлз покажет, каких женщин предпочитают сильные мужчины. Девочки, милые мои, хрупкие, что вы тут делаете? Участвуем в конкурсе на Ринггерлз Одесса. А зачем? Почему не конкурс Мисс Одесса? Ну, это как-то слишком просто. Да, все идет на конкурс. А тут сильные мужчины, красивые женщины. А как вы вообще узнали об этом конкурсе? Лично я узнала в интернете. Какие были критерии вообще отбора? Внешние данные обязательно. Веселые, эффективные. Почему вам действительно это интересно? Вот вы находитесь здесь. Вот я здесь чувствую, действительно, я только что говорила, скопление тестостерона. Мне страшно, вам нет? Почему так? Лично мне не страшно, потому что я занимаюсь боевыми искусствами, и мне это очень интересно. В октагон я бы не зашла. Наверное, мне было бы страшно. А так, в качестве Ринггерл, конечно. Дальше что, есть какое-то желание в каких-то еще конкурсах участвовать? Или дальше пойдете по мясу? Надеюсь, и будем посмотреть. Будем посмотреть, но мы видим, что наши девочки прекрасны, болеем и, естественно, голосуем. Только что несколько сотен человек кричали «Дружная Одесса», поддерживали тебя. Как одесская поддержка тебе? Очень помогла. Спасибо всем большое за поддержку. Родной город. Не хотелось ударить лицом в грязь, постарались. Спасибо большое за поддержку. Как в целом бой оценивали? Отлично, отлично. Так, в принципе, все по плану и шло. До профода в ноги ждали и рассчитывали на удушение в партере. Поэтому все, все по плану. Какие-то моменты были, когда ты думал, что ты можешь проиграть? Нет, нет. Ни в коем случае уверенность от начала и до конца в победе. Если я был зрителем, а не находился там внутри, в октагоне, я получал быстрее удовольствие. Потому что организаторам удалось собрать из-за очень хорошего уровня спортсмена. Дальше по уровню, уровень, как минимум украинский. И вы сами видели, что бои были в основном под виду. Среди этого воздушные. И спортсмены показывали все, что можно. За нашими спинами десятки людей. Половина из них принимали участие в сегодняшних боях. Половина прекрасно организовывали. Я не знаю, как ты это выдержал. У меня нервы просто расшатаны. Глаз у меня правый дергается. Я выдержала такое. Я пережила такое. Рядом тренеры кричат. Конечно же, это не женское зрелище, хотя бы. Сегодня мы получили массу удовольствия. Смотрели на настоящие железные мужские кулаки. Я знаю точно, что я не забуду это зрелище никогда. И вы точно так же, когда увидите нашу программу. Смотрите «Одесса фэшн». У нас бывают самые нестандартные поводы событий. Ну, а мы всегда их освещаем. Мы с вами прощаемся. С вами были всегда Анна Савельева. И Максим Маледов. Счастливо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»